ВООРУЖЕННЫЕ СИЛА Если писать обо всех парадоксах и несуразностях, с которыми я устал знакомиться, вышло бы многотомное, серьезное произведение. Поэтому я не буду писать о разрухе, о полном отсутствии обучения, которое проходит лишь на бумаге, о ремонтах, которые делаются за свой счет и покупке амуниции из собственного кармана, об отсутствии здравого смысла, о создании видимости важного дела и прочим, прочим, прочим. Написать хочется о людях. И начну я с самой проблемной части нашей армейской рыбы, то есть с головы. Доблестное командование. Благородное офицерское сословие. Надежда и опора. Наша и всего государства. За кем солдаты и вагони в воду. Лучшие люди страны. Или нет? Часть, в которой я служу, не боевая. Мы техники, вспомогательные войска, в общем. Правда, среди всех, всех военнослужащих нашей части в технике разбирается хорошо, дай бог, чтобы пять человек, да и те уже пенсионного и предпенсионного возраста. А что будет дальше? Не знаю. Но да продолжим об офицерах. Про высшее командование части даже говорить не хочется. Там все просто. Надо, чтобы на бумаге все было красиво. А во время инспекции водки хватало. А потом делай, что хочешь. Спустимся чуть ниже, к тем, кто обеспечивает, чтобы было красиво. Все эти прекрасные люди, занимающие должности инженеров, начальников технических подразделений и прочее, по сути, составляют очередной кластер бюрократической системы. Кластер замкнутый, годами занятый только составлением планов занятий, которые не проводятся, и проведением анонимных опросов, которые ничего не меняют, да и правды, в которых никто не пишет, ибо боязно. И этих технических специалистов страна штампует тысячами. В общем, становится ясно, что если начнется война и прекратятся поставки забугорных комплектующих, вся техническая часть вооруженных сил схлопнется. Продвижение по службе у них тоже происходит интересно. Наш регион с его надбавками и прочим для служебной карточки дело полезное. Вот и приезжают к нам молодые офицеры, у которых, как потом выясняется, отцы или деды в очень высоких армейских чинах. Прослужат себе несколько лет, северные надбавки заработают и обратно. Придут новые молодые на освободившиеся командные должности. А те, кто всю жизнь прослужил здесь и действительно знает технику, остаются на лейтенантских должностях. Отношение к военнослужащим вообще отдельная тема. Бывает, конечно, по-разному, все мы люди, но общая тенденция удручает. Военнослужащие должны относиться друг к другу уважительно, вне зависимости от должности и звания, гласит Устав Вооруженных сил. Ага, сейчас. Царско-российское понятие «белой кости» цветет пышным цветом. Особенно ярко это выразилось в недавнем случае. Один из офицеров, находясь в строю, позволил себе в отношении нашей контрактницы оскорбительное замечание, фактически обвинив ее в легком поведении. Соответственно, скандал. Всех на ковер командиру. Вроде все правильно. Если бы перед началом разбирательства наш замполит в частной беседе не сказал ей следующее. Что вы тут бучу поднимаете? Вы же контрактники, считай терпилы. Вот и надо терпеть и молчать. Безысходность. Вот первая мотивация службы по контракту в нашей части. Может где-то и по-другому, повторюсь. Но у нас так. Да и, наверное, везде в регионах. У нас 90% контрактников имеют высшее образование. Но здесь, при отсутствии тех самых знакомых, найти достойную работу по большинству специальностей практически нереально. А контракт, учитывая региональные надбавки, дает более-менее приличный уровень зарплаты. Вот и идут в кабалу. Ноют, давят в себе человеческое достоинство и идут. Не буду вам в очередной раз рассказывать, какое у нас доступное жилье. Хорошо, когда могут помочь родители. Или как у меня, когда достается в наследство от бабушки-дедушки. А другим что делать? Армейская ипотека все-таки не такая кабальная, как гражданская. Но стоит помнить, что армейская ипотека действительно пока ты в армии. Соответственно, вписавшись в нее, ты обеспечиваешь себе еще лет 10-20 увлекательного времяпрепровождения. Как бы ты не хотел уйти, а страх будет держать. Учитывая недавнюю реформу, которую единодушно поддержало сознательное население, служба в армии реальная возможность через 10-15 лет получить пенсию. Правда, если хочешь полную, северную, послужить придется подольше. Вроде относительно честно. Вот только уйдешь раньше минимального срока, не получишь не только пенсию, но и в обычный трудовой стаж тебе ничего не зачтется. А еще многие за время первого контракта успевают обзавестись семьей. А где семья, там дети и кредиты. В общем, когда спохватываются, что служба совсем не та сказка, что тебе на призывном пункте рассказывали, уже особо никуда не денешься. Вот так и получается, что за то время, что ты прослужил, удерживающих тебя крючков становится все больше. Только радует, что я их все-таки стряхнул и собираюсь по окончании контракта уволиться. Хотя уволиться тоже проблема. Вроде все честно, свое отслужил, но я уже столько выслушал от уговоров и давления на совесть до завуалированных угроз, что сил нет смеяться. Правда, для меня кусочек старого анекдота, где теперь я плохо сплю, потому что знаю, как защищают, обретает новый смысл. Наша армия состоит из максимально далеких от своих подчиненных и презирающих подчиненных бюрократов. И толпы солдат, мотивированных к службе отчаянием и страхом перед нищетой. Так и живем. А как будем воевать? Редактор субтитров А.Семкин